Приветствую всех вас, друзья мои! Приветствую вас, друзья мои! Приветствую вас, друзья мои! Приветствую вас, друзья мои! Сегодня мы будем с тобой говорить о крещении, как, в принципе, и планировать. Друзья мои, а вы в течение всего нашего эфира можете задавать свои вопросы, мы постараемся на них ответить. Вот. Давид, уважаемый наш Давид, скажи, пожалуйста, что такое крещение? Чего оно нужно? Крещение – это вход в христианство. То есть крещение, когда человек становится христианином, начинает принадлежать Христу и делает свой первый шаг к спасению. Потому что без крещения человек не христианин. То есть он должен креститься, чтобы жить уже в таинствах церкови. Крещение – это дверь. То есть крещение – это дверь. Дверь ко Христу. Да, Хрисус говорит, я есть дверь. Да? Вот как раз крещение – это как ключ к этой двери. В крещении человек очищается от первородного греха и получает печаль Святого Духа. И с крещением человек уже имеет вход в Царство Небесное. Вот. И крещать, как бы, человек еще и получает благодать Бога. Получает некая, то есть вот такая возможность, таинственная возможность, да, углубляться в христианской жизни и соединяться с Христом не только духовно, не только путем молитвы и других там каких-то там действий, но и телесно. То есть в таинстве причащения. Вот. Поэтому и крещение, как первое таинство – это таинство, ну, это таинство, то есть через это таинство осуществляется все остальные таинства. То есть если ты не крещен, ты не можешь, ты не можешь ни венчаться, ни стать священником, ни каяться исповедоваться, да, и тем более не можешь не причащаться. Поэтому ты крестишься, а потом уже участвуешь в других остальных таинствах. Вот. И есть таинства, которые необязательные, например. Ты можешь не стать священником, да, вот. Ты можешь не венчаться, например, да, не участвовать в этих таинствах. Но вот без крещения ты ничего делать не сможешь. Ты несколько раз произнес слово «таинство», 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 «без крещения ты не можешь участвовать в церкви». Те люди, которые сейчас нас слушают и в дальнейшем будут слушать, возможно, это слово «таинство» не будут понимать. Если не трудно, как бы ты таким простым, понимав, понятным языком объясни, что это такое? Таинство – это действие на человека, Бога, которое для нас до конца мы понимать не сможем. То есть это действие реальное, да, а вот до конца углубиться в него, да, человеку, человеческим умом невозможно. То есть это принимается, прежде всего, верой. То есть оно есть до конца, а вот как это осуществляется, да, как осуществляется, механизм мы не знаем. Мы знаем явление, мы знаем его действие, мы знаем его проявление, да, а вот механизм мы не знаем. Поэтому называется «таинство», а на армянском еще «хоруд», то есть он имеет в себе такой глубокий смысл, что вот в эту глубину, то есть углубляться, до конца понять суть этого, да, до конца понять невозможно в этой жизни. Поэтому и называется «таинство». А если возьмем «таинство церкви» уже, да, то получается такое, такие действия церкви, да, которые, впоследствии которого Господь действует на человека, я правильно понял? Если данный человек совершает и подходит к этим таинствам, да, к этим действиям с верой, я правильно сказал? Это предмет веры, я говорю. То есть в отличие от магии, да, вот как вот магия там совершает-то все, здесь нужна вера. Без этой веры вообще никуда. Ну и не только вера, тут нужна и вера, и определенная все-таки, определенная нравственная подготовка. Чем отличается как раз магия от церковных таинств, потому что, например, есть языческие мистерии, да, магические мистерии. Вот там, например, вера не нужна, вера не нужна. Также там не нужна определенная, вот определенный моральный облик тоже не нужен. Там главное, там главное совершать правильно определенное действие. То есть главное ритуал, главное, то есть совершение ритуала. Вот чем четко ты ритуал, чем четче совершил ритуал, тем правильно совершил ритуал, тем больше тебе духи или боги помогут, да. Вот, и наоборот. А вот верить, надеяться, вот, настраиваться, да, очищаться там, вот это уже не обязательно. Хотя в некоторых языческих практиках сами жрецы, например, они, да, они готовятся. Как они готовятся? Они и постятся, и все такое, да, вот к этому. Но вот вера, я же говорю, особенно к тому, кто обратился к жрецу, например, да, вот вера не обязательно. То есть если ты идешь к шаману, вера не обязательно. Если идешь к гадалке или экстрасенсу, тоже твоя вера не обязательно. Они не говорят, что надо тебе обязательно верить и все такое, вот. И также они не говорят, там, иди постись, там, семь дней потом придешь ко мне. Что они говорят? Деньги принес? Принес. Ну, хорошо, тогда все будет. Вот и все. Вот. Хорошо, вернемся к нашей теме. Мы, в принципе, как-то там сказали, что такое крещение, что такое таинство и таинство церкви. Давай поговорим теперь о том, как вообще. То есть мы сказали, да, что к таинству надо подходить с подготовкой, с верой, да. Скажи, пожалуйста, а вот к самому таинству крещения человек, если он в осознанном возрасте приходит, вот что ему, вот как подготовиться к этому? Если в осознанном возрасте человек хочет креститься, то он должен иметь основные знания, основные знания о христианстве, о Христе, а именно таинстве крещения, о остальных таинствах, да, и должен осознать, почему надо креститься. То есть на что он идет, да, под чего он подписывается, если он идет на крещение. Потому что крестившись человек обязуется, обязуется стремиться жить в этой жизни так, как Христос живет. То есть тот крест, который вешает на шею, это крест Христа. Христос говорит, кто свой крест не берет и за мной не идет, не достоин меня. И там крещение, это все проявляется, то есть об этом говорится. Ты отрекаешься от дьявола, от его дел, от его слуг, от всех его действий. То есть все свои грехи, все свои склонности, все свои слабости, уже все, они остались в прошлом, ты начинаешь жить с чистого листа. И обязуешься жить так, как жил Христос, как Христос заповедовал, да, и как он жил, как жили апостолы. То есть ты уже обещаешь жить христианской жизнью. А христианская жизнь, это не означает ни грабить, ни убивать. Это означает как раз выполнить две главные заповеди Христа. Любить Бога всем сердцем, всей душой, всем разумом и любить своего ближнего, как самого себя. И верой, надеждой и любовью следовать за Христом. Ну это как двумя словами, может быть в дальнейшем я более подробно скажу. То есть все, если ты крестился, все твои прежние желания, прежние интересы, прежние приоритеты остались в прошлом. Твой приоритет это Христос. Это не какой-то там, типа, обязательство, да, многие могут сказать, ну, а что, зачем я должен, вот там жизнь такой, жизнь, или что, зачем я должен, вот. Стремиться жить как Христос. Как я, это только святые жили, я же не святой, и все. А вот я как раз хотел спросить сейчас это. Мы не думаем, то есть стать святыми или не стать святыми. Понятно? Если ты кого-то любишь, ты не думаешь, ты достигнешь ей или не достигнешь. Ты любишь и идешь. Вот. Это уже становится вторичным, то есть, типа, он или она тебе захочет или не захочет. Во-первых, Христос всегда, как раз, он прежде всего тебя любит, да, и он настолько тебя любил, чтобы пожертвовал своей жизнью, вот. Для того, чтобы тебе спастись. А если ты не хочешь креститься, тогда говоришь, а зачем ты для меня умер? Никто тебя не просил. Вот я поживу свои 70-80 лет и помру. И ничего мне не нужно. Без проблем, да. И еще хуже, ты крестишься, обязуешься вот это все выполнить и ничего не делаешь. Получается, и сам себя обманываешь, и пытаешься еще и Бога обманывать. То есть, крещение... То есть, человек крестится, извини, пожалуйста, то он про себя должен думать. Вот я сейчас делаю шаг, как бы, для реализации заповеди о любви к Богу. Да? Ну, конечно, это, понимаете, какой, понимаешь, какой тонкий момент тут. То есть, человек это должен осознать, он должен осознать жертву Христа. Пока он не осознает это, вот механически идти креститься, это будет глупо просто. Он должен осознать это, он должен осознать, что Бог для него сделал. И Бог, не то, что он обязан для Бога сделать это, да, вот. Вот, нет, то есть, многие говорят, вот Христос за меня умер, и теперь говорит, а ты умри за меня. Да нет, Христос никого не говорит, иди умри за меня. Христос умер для тебя, показав свою любовь, свое желание тебе спастись. Вот. И хочет только взаимной любви. Только взаимной любви. Для чего? Чтобы ты спасся. Чтобы ты мог спасать свою душу. То есть, даже если ты, например, Христа особо не воспринимаешь, или в твоем сердце это не действует, да, но хотя бы для того, чтобы, грубо говоря, свою шкуру спасти, то есть, свою душу спасти, да, ты должен идти по этому пути. Вот. А для этого нужна информация. Как говорит апостол, вера от слышания, да, а крещение от веры. То есть, это как бы цепная реакция. Ты получаешь информацию, ты веришь в эту информацию, и залогом этого становится твое крещение. Вот. А если ты не имеешь информацию, или наоборот, или получишь информацию, но не уверовал, а зачем тогда креститься? Вот. Ну, что мы видим сейчас в церкови? Люди толпой идут, и все крестятся, да, и ничего не хотят знать, и ничего не знают. Самое плохое, что они хотят знать. Священник при том говорит, чувствует, что они смотрят на часы, потому что там ресторан заказали, там то, все, уже машины ждут, ресторан ждет, гости ждут. То есть, люди пришли сделать какой-то некий обряд, чтобы потом пойти нажраться, да. А вот то, что священники им говорят, или питаются говорить, им абсолютно это не нужно. А зачем тогда пришли креститься? Вот. Если они вообще, то есть, не готовы к этому. Они говорят, мы крестимся, что биться армянами. Ну, это глупое оправдание, что очень мы крестимся, что биться армянами. Армяне ведь так генетически родились. Ведь так армянами родились. Крестившиеся, крестившиеся, вы становитесь христианами. И как раз ваше армянство утверждается через крещение. Вот. А если вы крестились неосознанно, чтобы стать армянами, да вы и армянами тоже не станете. Потому что попадете там в какую-нибудь секту охотную, или станете буддистами, или исламистами, или непонятно кем. Ну, хорошо. Вот если попробуем, как пару слов сказать, да? Вот ты сказал осознать и иметь информацию. Эту информацию, вот, главные книги, которые вот желательно по человеку прочесть, чтобы, как бы, таким образом подготовиться к окрещению. Это вот какие книжки ты бы сказал им прочесть? Ну, надо читать, прежде всего, Новый Завет, конечно. Для чего? Новый Завет надо читать. Это раз. Надо подойти заранее, если человек... Надо подойти заранее к священнику, в церковь, да? Там есть брошюрки про картефизации. Или просто разговаривать с священником. Священник объяснит. Сколько раз подойдут, священник ни разу не откажет. Да? Объяснение о сути крещения. Вот. То есть, для этого надо иметь желание. Надо подойти об этом. Читать. Понятно, что сразу там будут возникнуть вопросы. Прийти, вот, озадовать эти вопросы. То есть, нужно общение, прежде всего, со священником. Именно нужно общение со священником вокруг, вот, прежде всего, этого вопроса. Это самое главное. А не когда, как, в какой церкови, кто крестный, что купить, какой крест, да? Какие свечки. Вот. То есть, главное оставляется всегда. И прежде всего всплывается, прежде всего обсуждается вторичное. Это даже не вторичное, это вообще не нужное. Главное вот это. Но у нас, как я говорю, у нас наоборот. У нас 90% всегда люди спрашивают как раз, можно ли это, можно, чтобы крестный был такой, можно ли, чтобы крестный был вот оттуда, там, родственник, не родственник, крещен в армянской церкови, не крещен в армянской церкови. То есть, пузатый, не пузатый, размер живота какой у крестного. Да, это чем больше, тем авторитетнее. Вот. Чем крест толще, тем тоже, вот, там, до килограмма крест, крест, там, получается. А в душу смотришь, в душе пусто. Вот и приходит, то есть, вот эта трагедия нашего народа. Ну, тут смотри, тут вопрос интересный, вопрос интересный, который вот меня заинтересовал. Извини. Если наша церковь не будет крестить без изучения Библии, и люди будут убегать, другие церкви креститься, считается ли это, что мы теряем чад нашей церкви? Поэтому надо молча и всех подряд крестить. Ты какого мнения? То есть, вопрос примерно следующий. То есть, может быть, не следует нам говорить, друзья, давайте это изучать Библию туда-сюда. Вдруг они испугаются и не будут креститься, да? И, может быть, следует там, кто пришел, там, давай покрестим тебя и пошел, да? Не надо ничего изучать, а то там еще испугаешься, не будешь креститься, желание пропадет. Ну, вот в Армении, например, да, в Армении я ставил бы более жесткие условия, да. То есть, в Армении я не крестил бы без предварительной катафизации. Обязательно. Здесь в Диаспоре почему идут навстречу? Потому что все-таки, да, боятся, что потеряют. Но я скажу одно, что вот половина сектантов и других, они больше половины были крещенными в армянской церкви. И что? То есть, это крещение их не удержало. Их не удержало. А ты говорим, не беречу и не холодно, я так скажу. Ну, вот я и говорю. А многие крестятся, и это бывает первый и последний раз их захождение в армянскую церковь. Такое тоже есть. Тут просто проблема. Вот я крестил нескольких семей. Люди приезжали, люди приезжали там 400-500 километров на машине, все семьи, да, чтобы креститься в армянской церкви. Они могли креститься в русской церкви или в любой другой церкви, которая у них там доступна, да, или вообще не креститься. Но все-таки люди приехали. Я, ну, разговаривал с ними, понятно, что люди особо ничего не понимают. Но с другой стороны, сказать, отправить, сказать, идите, катехизируйтесь, я вот даю вам этот, идите, читайте, придете, но эти люди уже и не приедут. С этой стороны, конечно, в диасполе есть проблема. Да, ну вот сколько возможно, ты говоришь в течение получаса, часа, да, с людьми, да, вот, и потом уже крестишь. Но с другой стороны, очень многие местные, которые вот приходят, например, здесь в Москве, москвичи приходят. Я думаю, что все-таки стоит с ними разговаривать. Не хотят вас принимать, ну, пожалуйста, пусть не воспринимают. Я помню, пришла одна семья, не сказали там священникам, что надо вот это, они сказали, а, что это такое, еще и надо готовить это. Пойдем лучше к русским, типа, деньги дадим, будем креститься. Да, пожалуйста, идите к русским, креститесь. Ничто вас заставляет. В церкви сейчас все через катехизацию, через рассказы, объяснения и так далее. Ну вот у русских они пошире получат как раз, да. Они так быстро не крестятся. Может, найдут какого-то там священника, дадут денег там два-три раза больше, он их покрестит, я не знаю. Вот. Но русская церковь вела уже катехизацию, и без катехизации в основном не крестят. Соответственно, многие еще говорят, вот это так-так, и мы не будем ходить в церковь. Да, пожалуйста, не ходите. Если вы не будете ходить в церковь, не церковь будет от этого страдать. Вы будете страдать прежде всего. Ну, эти думают, что церковь могут делать больно или что-то. Они понимают, что церковь сам Христос основал. Вот. И церковь до конца света, церковь, то есть, будет, церковь будет стоять. Вы не будете стоять. Пожалуйста, не ходите в церковь. Кто будет от этого спасать? Кто пострадает от этого? Вы будете пострадать прежде всего. Прежде всего будете страдать вы. Это же не кинотеатр или никакой, не знаю, никакой-то там офис, где вас обидели, и вы говорите, что больше не будете ходить. Вот. Так, давай еще раз. Как готовиться к крещению? Значит, прочитать Новый Завет, я правильно понял, да, Евангелие. Иметь какое-то знание о Христе. Наверное, вот как ты сказал, да, символ веры той церкви, где ты крестишься, надо знать, да, то есть, понять, кого ты веришь вообще. Ну, то есть, все это, в принципе, есть в сайте, да, например, армянской церкви. Это все есть в сайте, например, нашей Евангелие церкви. Вообще, эта информация вообще доступна. Да, очень доступна, да. В 21 веке невозможно, чтобы человек хотел креститься, и он не мог найти информацию. Слава Богу, информация есть везде. Вот. Все это есть, есть брошюрки там, и в церкви есть, и в сайте можно найти, как готовиться, что такое крещение, да, как надо подойти к крещению. Вот. Человек, который осознанно хочет креститься, он к этому готовится. Человек, который не хочет этого, для него это крещение лишь бы такой-то обряд, да, вот. Вот я заметил, даже если катехизируешь, ну, человек невосприимчив не хочет. Он говорит, да, 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 например, говоришь, ты готовились, пришли, они говорят, да, да, да. Глаза смотришь, глаза пустые. Ну, опыт уже есть все-таки, да. Сейчас мы не будем допрос устраивать или этот. Уже сказали, осознанные люди вроде бы, взрослые люди. Ну, ладно, бог с ними. Другое дело с детьми. Ну, с детьми уже обязательно соберут на себя взрослые, конечно. Извини, пожалуйста, я еще к этому вопросу еще вернемся. Вот. Ты сказал, то есть, ударение сделал больше, как сначала ты сказал, что человек должен размышлять, да, к чему он идет, да, что он новая жизнь, там, как бы, обязательства кое-какие имеет, да, там, информативно он должен быть, так уже знать это все. А вот что связано с исповедью, да, с покаянием? Ведь когда мы читаем, да, что к святому Иоанну Крестителю, когда люди приходили креститься, они написаны, и они крестились, исповедуя грехи свои. То есть какая-то внутренняя какая-то там перемена должна быть в человеке, когда он идет креститься? Или сейчас речь идет только о людях, которые крестятся в осознанном возрасте? Конечно, все люди, которые осознанно идут креститься, у них уже изначально должны произойти перемены. Перемены мышления именно. То есть покаяние как раз это и означает. То есть покаяние из греческого переводится, да, когда, то есть образ мышления человека, образ подхода в общей жизни, ценностями в общей жизни меняется кардинально. Вот это уже должно произойти. Потому что человек осознает, осознает, что вот-вот его жизнь будет меняться с крещением. Он уже не может жить так, как раньше жил. То есть все его шаги и все уже должны быть через Христа, через призму Христа должно пройти. Вот это должен человек чувствовать, конечно. Если он это чувствовал, тогда уже пополовину дела сделано. Даже больше. Тогда уже Господь будет содействовать. И благодать Господа будет с ним. А если человек просто хочет креститься и больше ничего, чисто как какой-то там, ну, типа как будто ему паспорт дают, да, вот. Тебя же, когда паспорт дали, у тебя же не изменилось там ничего. Типа чувство долга перед государством, там, или не знаю, там, да. Или тебе обязался налоги платить после этого, когда паспорт получил. Или не знаю, что это такое. Да? Хотя, в принципе, некая ответственность есть, да. Вот, когда ты паспорт. Ну, паспорт просто получил, подписал и вышел. Все. Ты гражданин этого государства, например, где получил паспорт, да. Вот. А вот с крещением как раз совсем другое дело. С крещением это совсем... Ты участвуешь как в смерти Христа, так и в воскресении Христа. То есть ты этот путь проходишь, таинственным образом ты этот путь проходишь. Это очень ответственный шаг. Вот. Ты вместе с Христом и умираешь, и воскреснешь, то есть воскрешаешься. Воскресаешься. Да. А поэтому это не просто так. Вот. Это не паспорт получить. То есть внутренняя перемена должна быть, друзья мои. Вот когда мы покрестились, да, когда мы собираемся, мы должны осознавать это, должны понять, что должна быть перемена нашего мировоззрения, перемена наших мыслей. Да. И мы должны покаяться за все то, что мы в предыдущем делали, и начать жить новой жизнью. Вот так. А что касается, вот, к примеру, когда маленьких детей крестья, как должны готовить... Ну, ясное дело, что ребенок, он не может подготовиться, там, к крещению. Да. А кто должен готовиться? Кто-то должен готовиться или нет? Ну, вот, ребенок-то, ребенок-то готовится-то что? Ребенку, там, готовить не нужно. Ребенок сам по себе, чем меньше, тем он больше готов, потому что сердце, тем больше, тем сердце чище, вот, в отличие от взрослых. Ребенок не сомневается, например. Ребенок, как бы, душой не сопротивляется, наоборот. Душа детей стремится, как говорит Иртулян, душа каждого человека христианка, независимо от вероисповедания. Поэтому, как раз, чем раньше крестить человека, тем лучше. Вот. Но, мы детей крестим по вере взрослых. Это родители, прежде всего, это родители, и так называемый крестный отец. То есть, духовник. Ну, то не духовник, а человек, который обязуется... Который свидетельствует о вере. ...воспитании. То есть, который обязуется участвовать в его духовном воспитании, стать его духовным руководителем в этой жизни. Или, как он свидетельствует о его вере. Ну, и да, соответственно, у ребенка веры нет, он свидетельствует о вере его родителей. Что, у него родители, там, верующие люди, И он сам должен быть человек с определенным духовным опытом, а не с толстым кошельком, как сейчас выбирают крестных, чтобы там связи имел, бизнес и все, чтобы помог ребенку, когда он вырастет, продвигаться вперед в деловых кругах и все такое. У нас все наоборот. Поэтому у нас в жизни все получается наоборот. Поэтому, когда человек не взрослый, то есть дети, которые не осознают это, новорожденный ребенок, например, тогда должны врушаться взрослые за него, чтобы они будут воспитывать его в христианском духе, будут воспитывать как христианина. А ребенок вырастет, уже сам может определиться. Ну, в принципе, если его будут правильно воспитывать, он не станет христианином. Если скажут, да, 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 ничего делать не будут, а потом приходят к нам и начинают плакать. Да. То есть ребенок попал в секту, или ребенок поменял веру, там, стал кришнаитом, да, и все такое. Я говорю, вы когда крестили? Вот, говорит, там совсем маленький вы крестили. Говорят, вы воспитывали как христианина? Да нет, они сами не христиане, в принципе, откуда и воспитывались. Ну, говорит, а что еще вы хотите? Он от вас ничего христианского дома не видел. А на улице, пожалуйста, там, подошли дяденьки притоголовые, да, сказали Харе Кришна, и он пошел. Ну, или сказали Аллах Агбарх, тоже пойдет. А вот. Надо это все с семьи начинать. То есть, если ты детей своих крестишь, ты должен еще по-христиански их воспитывать. Смотри, по сути, получается, если мы видим, что родители, которые приносят свои детей крестить, и они не верующие, мы можем отказать в крещении, поскольку сами родители не в состоянии детей воспитывать верующими. Нет, тогда смысл, а почему детей не крестите, если вы сами не верующие? Да, то есть мы можем отказать, в принципе, да? Церковь может отказать? Ну, церковь должна катефизировать сначала родителей, да, потому что они крестят, ребенка-то крестят без проблем. Нет, ребенка, мы понимаем, в любом случае, ребенок не виноват, понимаете? Ребенок не виноват. Поэтому ребенка ты крестишь по-любому. Ну, есть определенные причины, почему мы не можем отказать, если, например, родители не верующие, да? Вот там некоторые артисты, там, с какими-то там другими путями родили детей, да, через там суррогатное материнство и все такое. Да, ну ребенок же не виноват. Ну, родители-извращенцы, но ребенок же не виноват. Да, поэтому ребенка крестят. Может быть, оставим ребенок вырасти, в таком случае сам решит, как ему быть. В данном случае, если родители не верующие, мы же должны крестить по вере человека, правильно? А если этой веры нет, то как крестить тогда? Ну, понятно, некоторые церкви так и думают, так и делают, но крестясь, если ты, то есть, с крещением еще и, то есть, еще и через миропомазание проходишь, то есть, еще совершается Таинство Духа. Ты не только, то есть, очищаешься от первородного греха в водном крещении, но и получаешь печать Святого Духа, и ты, на тебя уже Дух действует непосредственно. И еще ты, не дай Бог, если что-то случится, для тебя уже открыты, как бы, врата Целства Небесного, да, типа, то есть, небеса открыты для тебя. Вот, то есть, есть некоторые вещи, которые, если мы не будем совершать, если мы не будем крестить, мы будем усугублять судьбу данного, то есть, данного человека, тем более ребенка. Да, если ребенок умрет некрещенным, с ним что будет? Неужели, что с ним? Неужели не у нас следует вечную жизнь? Нет, дело не в вечной жизни, просто это ребенок будет ждать суда, не в там, не в небесах, а как бы вот в таком состоянии, то есть... Ну, это мы же не знаем уже, там, что будет, будет ждать, или с вами пойдет. Есть мнение церкови, потому что, если первородный грех, если ты от первородного греха не избавил человека, да, а от первородного греха человек избавляется только путем крещения, тогда он, понятно, что ребенок лишних грехов не имеет, он будет ждать суда, и он будет оправдан, например. Ну, ведь есть и два понимания первородного греха, правильно? Первое, это что, как бы, генетически передается, а другое, то, что передается, как бы, только на стремление к совершению греха, то есть, как на русском, склонность совершать греха. У человека есть склонность, склонность, ну, имеешь в виду склонность, они взаимосвязаны, они взаимосвязаны, то есть, их не надо рассмотреть в разделе друг друга, склонность из-за генетического как раз унаследования. То есть, мы должны понять, что из себя представляет первородный грех, это искажение человеческой природы вообще. То есть, наше первоначальное состояние, которое было у нас до греха падения, оно кардинально изменилось. То есть, полностью искажена сверху вниз, человек полностью искажен. То есть, и физиология, и психология, да, вот, и душа, и все, 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 грех проник везде. Вот, и исказил это все. Соответственно, чем отличается вообще крещеный, не крещеный человек? Дьявол может воздействовать на человека относительно беспрепятственно, на некрещенного человека, и тем более на некрещенного ребенка, да? На крещенного, вот, вот это для дьявола осложняется, потому что ребенок имеет на себе печать святого духа, получает ангела, то есть, хранителя, и имеет определенную, как бы, как бы, определенную, вот, защиту от нападки зла. Определенную защиту имеет крещенный ребенок, вот, чего не имеет некрещенный ребенок. Это в любом случае так. Это в любом случае так, если родители подходили с верой, с пониманием, с подготовкой соответствующей, да? Или если не подходили, все равно ребенок получает это все, да, или как? Смотрите, таинство совершается по-любому, вне зависимости ни от веры, ни от неверия. То есть, таинство совершается. Другое дело, что ты своим неверием, да, можешь усугубить свою ситуацию или ситуацию своего ребенка, да, и навлекать чего-то. Но таинство совершается по-любому. То есть, христианские таинства не зависят ни от чего. Если на кого-то совершили, то таинство считается уже действительным. Поэтому вера для чего? Вера для того, чтобы полноты было общение с Богом во время совершения, после совершения таинства. Вот. Но даже если у тебя веры нет, да, мы не можем сказать, что ты не крещен. Ты крещен по-любому. То есть, ты печать Святого Духа получил. И ты от первородного греха очистился. А вот дальше, дальше уже ты решаешь сам. То есть, ты крещен, друг, мой. Возможность тебе дается, то есть, тебе дается ключи. А вот будешь эти ключи использовать или не будешь ключи использовать, это уже от тебя зависит. То же самое хотел я сказать, ну ладно. Хорошо, то есть, те люди, которые также приносят своих детей креститься, да, и вы, друзья мои, должны знать Евангелие, должны читать это и тоже духовно меняться. В принципе, те же самые правила, так сказать, да, что и когда люди в осознанном возрасте подходят, только это все должны делать родители, если они этого до этого не делали перед своим собственным крещением, да. И это, кроме всего этого, они должны быть готовы это все передать этому ребенку. Я правильно понял? Я не дослышал, читаю тут эти, читаю тут сочинения. Не надо, кстати, потом почитаем, сейчас не до этого. Кто-то крестики теряет постоянно и все такое. Ну, как обычно. Так, давай я еще раз задам вопрос, значит, смотри. Да. Когда я спросил про совершеннолетних, которые подходят креститься, ты сказал, что они должны там Новый Завет прочесть, иметь какую-то информацию о Христе, да, символ веры и так далее, да, и размышлять, да, что-то сейчас произойдет, да, во время крещения. И кроме этого, как там духовно подготовиться, да, то есть покаяться, исповедоваться, изменить свое мировоззрение, да. Можно сказать, что то же самое, вот эти правила, да, эти условия относятся и к тому случаю, когда ребенка крестят родители, но это относится к родителям, да, этого ребенка, который будет ребенку воспитывать. Конечно. И вы, друзья мои, уважаемые родители, когда приводите своих детей к креститься, и вы обязаны знать Новый Завет, знать символ веры Церкви, вы обязаны тоже меняться, покаяться, исповедоваться, жить церковной жизнью, чтобы этому же и научить своих детей. Вот я сейчас правильно говорю, скажите? Ну, конечно, то есть... Иначе дети вырастут и станут чистыми такими же, там, какие, в принципе, те люди, которые никогда там, то есть один раз только покрестились и все. Там больше не ходили, как Давид сказал. Иначе окажут ребенку мезвежую услугу. Ну, значение крестного, пару слов просто об этом скажи сейчас. Ну, как и сказал, крестный – это некий духовный опытный человек, который должен заниматься воспитанием, да, духовным воспитанием ребенка или крещаемого. То есть он в дальнейшем должен передать опыт этот, потому что священник не всегда может. И помимо священника еще кто-то должен быть. Это имело еще и такой смысл, что в ранних христианских церковях для того, чтобы укрепить связи между семьями, да, они и выбрали, вот, например, такого человека, вот одна семья, например, у соседей, которые, например, ну, более, например, в таком возрасте, или имеют больше духовного опыта, да, выбрали человека, а потом они как бы породнились, да, то есть связи между семьями, то есть укрепились таким способом. Имело еще и вот такое значение. Поэтому говорят, что, например, крестный должен быть родственником. Почему? Чтобы ты как бы приблизился с другой семьей, то есть как бы чужими, незнакомыми людьми, да, или отчасти, вот. Вот, это из-за, из-за вот таких соображений. То есть крестный должен руководить духовной жизнью, как бы, отчасти, крещаемого, да. Ну, сейчас мне понятно, что ничего такого мы не видим в основном, вот, потому что я уже сказал, по каким критериям выбирают крестного. Ну, и институт крестного уже, в принципе, в современном мире он в себе уже, как бы, потихоньку-потихоньку уже, как сказать, уже утрачивает свое значение, потому что особенно в диаспоре, да, вот, нету крестного. Ищут, 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 никого не могут найти, бедные люди, да, а из родных нельзя, да. Берут первопопавшийся какого-то случайного человека, да, и делают себе крестный. Церковно-стойчиво. Вообще ничего, вообще не в курсе. Главное, чтобы, главное, чтобы был, как бы, крещеный, да. Ну, крещеный, ну и что там, 90% крещеные. Крещеный больше ничего не знает. Я даже одного знаю, он там семеро человек крестил, будучи не крещен. Просто священник спрашивал его, крещеный? Он сказал, да, да, крещен. А потом он пришел, под датой был, не признался об этом. Вот, так что, такие курьезные случаи тоже бывают. А бывает, что часто таксисты становятся крестными, которые приводят, приводят им, да, слушай, крестного нет. Так что, да, я крещеный, пойдем будешь крестными. Он там много раз был крестным, будучи таксистом. Ну, в принципе, таксисты как раз, что, они самые такие крестные, распространенные. В машине же крест висит, на шее тоже есть. И татуировки есть креста тоже. Так что, тайные крестные. Еще я слышал, что крестные в ранней церкви, они выступали, так сказать, теми, кто был такой, более таким продвинутым в ранней церкви, таким верующим, знающим основы христианства. И он давал какие-то там катахизацию такую мелкую, да, обращенным христианам и до крещения. А после они уже все как бы... А вот он просто воспитывал их до крещения. Такое слышал. Ну, это тоже есть. Ведь в древней церкви подход к крещению был более таким скульпурезным, более строгим. То есть, бывало, люди годами проходили подготовку к крещению. Подготавливались годами, да, к крещению? Бывало, что и так было, да. Это не сейчас, как сейчас берем и все хором крестим. Тогда крещение было очень, очень, очень важным. То есть, это считалось самым главным действием в жизни человека. Поэтому бывало, что люди годами готовились. Вот. Соответственно, ну вот, в наше время уже другое. В наше время как ты можешь человека отправить годами готовиться к крещению? Годами готовиться тоже не как-то это, вот, ну, может быть, слишком строго уже, да. Вот. Поэтому сейчас я говорю, сейчас если человеку скажешь, иди год, готовься, или не знаю, даже несколько месяцев готовься к крещению, он за это несколько месяцев, несколько раз свою религию поменяет. Поэтому... Если заботиться о нем, если следить за ним, я думаю, реально, что так подобное... Ну, если, если. Самое главное, если. Да. Тут вопрос возник у Геворга. Может ли человек быть богоугодным до крещения? То есть, соблюдая заповеди, точнее, придерживаясь и стараясь соблюдать заповеди. Вот. Может ли человек быть богоугодным, ну, до крещения? Не крещаясь, точнее. Ну, конечно. Нет, если человек не крещен, но жил богоугодной жизнью, по каким-то обстоятельствам не был крещен, в этом тоже ничего плохого нет. Я же говорю, люди там годами готовились к крещению. Это не означает, что вот за это время, когда они готовились, они были небогоугодными. Бог всегда смотрит в сердца людей. Вот. То есть, если ты не крещен, то не означает, что Бог твое сердце не смотрит. Тут речь скорее всего о другом, Давид. Здесь скорее речь о том, что... Ну, человек, ну, зачем креститься? Я и так живу нравственная жизнь. Зачем мне креститься? Вот такой вопрос, скорее всего, здесь. Знаешь, брат? Вот мне пока, может, я ошибаюсь, мне вот так им показалось. Ну, я изначально сказал, ну, еще раз скажу, на всякий случай уже, вне зависимости от этого, что мы понимаем, то есть, под вопросом, да, во-первых, если ты живешь богоугодной жизнью, я не знаю, что значит богоугодной жизнью, только что думает человек, говоря, что он живет богоугодной, да, но если ты живешь действительно христианской жизнью, а что тебе мешает креститься? Это раз. Да? Если ты живешь верой в Христе, да, тогда этот вопрос не возникает, вот, потому что богоугодная жизнь, да, это прежде всего реализуется через Христа, да, если не через Христа это богоугодная жизнь, то, между прочим, многих атеистов знаем, которые благотворительностью занимаются и так далее, и так далее, и так далее. Да, да, да. Это ничего не делает. Это не богоугодная жизнь. То есть спасение через дела какие-то, да, спасение через веру, которая также выражается в делах. Вера и дела, не только через дела. Конечно. Потому что если дела без веры, вот иудеи же, они же хотели так спастись. Они соблюдали закон, да, дела закона. Они соблюдали закон, считали, что так могут спастись. Поэтому апостол сказал, что тщетно, вы соблюдаете закон. Закон вас не спасает. Закон только осуждает вас, а не спасает. Закон как раз показывает вашу недеятельность, то есть недееспособность. Да, поэтому спасение от веры. Но спасение от веры, то есть, которое сопровождается делами, потому что вера без дел мертва. Соответственно, без веры, как говорит тот же самый апостол, без веры невозможно угождать Богу. И если вот на этот вопрос отвечать двумя словами, то можно отвечать словами апостола. Что без веры угождать Богу невозможно. Да? А если есть вера, тогда это должно сопровождаться как раз залогами этой веры, которой есть крещение. Поэтому если ты живешь богоугодной жизнью, тогда тебе ничего не должно останавливать, идти креститься. А если ты живешь и этого богоугодства думаешь, ну вот, я делаю такие хорошие дела, да, я там не убиваю, не гряблю, как обычно говорят, да, и все такое, то это ничего не делает. Во-первых, совершается таинство, я говорю. Человек очищается от первородного греха таинственным образом. Человек получает золото, печать Святого Духа таинственным. Бог начинает действовать на человека. А если ты говоришь, что я сам себя могу, типа, спастить, ну, пожалуйста, попробуйте сами себе спастить. Иначе Христос зря пришел. Зачем Христос умер для вас? Зачем Христос вообще пришел? Если человек может жить с богоугодной жизнью и спасти себя. Это сам обман. Тут еще вопрос, почему на восьмой день принято крестить? А вообще, принято разве на восьмой день да, именно крестить? Нет, нет такого закона. Хоть первый день после рождения можно крестить ребенка. Это у иудеев было на восьмой день делать обрезание. Это у них было так принято. Поэтому чем раньше крестить ребенка, тем лучше. Ну, родился через неделю, можно уже крестить. А вот я слышал, что сравнивали обрезание и крещение, то есть, как, думаю, связано, или это такое уже позднее явление? Ну, опять же, я говорю, такого нет закона христианского, что до восьми дней, например, крестить не надо. Вот такого нет. Да хоть первый, хоть второй день. Бывало, ребенок родился и тут же крестили. Сразу. Вот. Поэтому многие говорят, ну, оставим, пусть немножко подрастет, а вдруг заболеет, вдруг простудится. Я не видел за 20 лет, что кто-нибудь заболел. Не знаю, ты видел когда-нибудь, что из твоих знакомых, дети, маленькие дети заболели после крещения. Я не видел. Вот. Да они так радуются в этой воде, слушай. Ну, в основном радуются. Иногда писают. Ну, тоже от радости. Так, еще вопрос. Был же там этот, бизантийский этот, император, которого крестили, по Ильпу, у него же этот, было кличко Капронин. Да, я знаю его. Ну, вот обосрался же, прямо в купели. Да нет, нет. И сказали, что этот бурной знал. Да нет, его не из-за этого так назвали. Его просто не любили. Это очень... Ну, кстати, он был гениальным полководцем, во-первых. Он очень удачно воевал против мусульман. Константин Копронимос на армянском, да его? Да, Копроним. Ну, вот Копрос же это означает как раз испражнение. Да его не из-за этого так назвали, слушай. Да я тебе говорил. Это ты выдумал. Не из-за этого назвали. Его так назвали, потому что не любили. И после его смерти так назвали историки. Это же во время этих иконоборческих споров. Все хорошие не любили, кстати. Те, которые вот что-то делали, были хорошими, действительно, политиками или полководцами, они не любили. Ну, это же иконоборческие споры, правильно я понял, да? Да, потому что был задействован в эти иконоборческие моменты, да, поэтому... Так, давай сейчас, ладно, тему не меняем. Очень интересная тема. Давай сейчас не до этого, ладно. Значит, много споров на тему того, что имеют и право родители крестить без выбора ребенка или нет? Ну, знаете как, когда вы родили вашего ребенка, вы ему спросили или не спросили, да? Это то же самое получается. Поэтому, когда детей рожают, то есть, мнение детей не спрашивают. Дети сам по себе рождаются. Это то же самое крещение, духовное рождение. Значит, волю ребенка... Если у вас есть вера, то есть, если я христианин, я хочу, чтобы мой ребенок тоже был христианином, потому что для меня это единственный путь спасения. А почему я... То есть, я должен быть очень глупым человеком, чтобы не хотеть, чтобы мой ребенок стал христианином. Это же не какое-то... Или юристом. Или юристом должен быть. Профессия. Это не профессия, не одежда. Это путь спасения. То есть, значит, ты не христианин, ты вообще ничего не понимаешь. Ты говоришь, вот пусть он вырастет, сам выбирает. Значит, ты не христианин. все, понятное дело. Ну, если чисто вот жить вот по этим мертвым традициям, да, вот, в принципе, схоже, да, это мышление вот с этим, ну, пусть сам вырастает там, сам выбирает там, да, то есть для меня это чисто традиция, он пусть выбирает, жить по традициям или нет, да. Ну, значит, этот человек по жизни ничего не понимает. Ну, мы в христианстве видим все-таки спасение, поэтому хотим, чтобы наш ребенок спасался, да, как бы в этом плане мы его. Ну, да. И вашего ребенка спросили, он хочет родиться или не хочет родиться, когда зачали его. То же самое получается. Это физическое рождение, это духовное рождение. Тут, может быть, коротко ответишь. Пять лет назад потеряла крест крещения, после этого начала терять все кресты, которые были. Является ли это дурным знаком? Сейчас на мне есть крест, но боюсь и его потерять. В христианстве дурных знаков нет. Так что, крест, ну, потеряли, потеряли. Попробуйте жить с духовной жизнью, христианской жизнью, и тогда вас уже не будет волновать, вы теряете кресты или нет. Кстати. Вот. Поэтому ничего страшного в этом. Почему Христос... Христос говорит, что я... Извини, не Христос, а Иоанн Креститель говорит, что придет Христос и будет крестить вас водой и духом. Что это значит? Он говорит, вообще-то не водой и духом, а духом и огнем. В некоторых Евангелиях, по-моему, говорит водой и духом. Водой и духом говорит сам Христос, Никодимов. А, ну, здесь, да, извиняюсь, извиняюсь. Третья глава Евангелия от Иоанна говорит Господь, да, Господи. Водой у нее родится, говорит, тот не войдет в Санство Небесное. То есть, тут сам Христос говорит об этом духом и огнем. То есть, вот это и говорится. Вот как раз это действие Святого Духа. То есть, тут Иоанн Креститель намекает о том значимом, о том как раз явлении, да, о котором вообще-то, кстати, мало упоминается. Вообще, в христианстве тоже. А это именно, это снисхождение Святого Духа. Пятидесятницы. Пятидесятницы, да. Почему Христос пришел, почему жил, почему страдал, умер и воскресил. Он как раз это сделал именно для того, чтобы открыть путь к Духу. То есть, открыть как раз дорогу Духу на людей. То есть, доступ человека к Святому Духу был закрыт. Христос своей кровью этот доступ открыл. Поэтому и Дух в виде огня, да, спустился на людей. В виде огненных, огненных этих, вот, языков. Языков спустился на апостолов, а потом и так далее. Вот. И как раз Иоанн Креститель говорит, что предстоят очень большие, очень-очень-очень большие, то есть, эти, изменения, очень большие события, фактически, самые большие события в жизни человечества. То есть, человек со времен потери, со времен грехопадения, он получает прямой доступ через Духа Святого к Богу. То есть, на человека начинает действовать Дух Святой. Ведь Христос вознесся в небеса, да, и сейчас через нас действует, то есть, Бог действует через нас, на нас через Святого Духа. Вот для этого и Христос это все сделал, что мы получили доступ к Святому Духу, о чем и говорил как раз Иоанн Креститель. Он возбудит крестить вот Духом и Огнем. Но есть и другой смысл, что вот, когда Христос придет второй раз, Он придет Огнем. Ну, скорее всего, первый раз. Да. Ну, это тоже может иметь место, но прежде всего это, конечно, вот то, что я сказал. Вот. Это тот огонь, о котором Христос говорит, что я пришел принести огонь в мир, да, и как мечтаю, что это быстро случилось. Вот этот огонь Святого Духа, который спустился на верующих. Так, давай сейчас поступим следующим образом. Еще несколько вопросов у меня есть, а эфир, то есть время эфира первого заканчивается. Сейчас завершим, заново зайдем, подключайся, вопросы остальные задам и закончим. На этом наш полный эфир сегодняшний. Согласен? Хорошо, хорошо. Сейчас переподключаемся, друзья мои, заново захожу в эфир, заходите тоже. Спасибо. Друзья, сейчас подавите, пожалуйста, я приглашу Давида Бекназана, приветствую всех, которые только что сейчас подключились, и продолжим. У меня еще несколько вопросов к нему есть. Подождем, пока он подключится. Давид Бекназан, еще вопросы. Давай конкретно скажем, вот покрестился человек, и что он получает в этом крещении? Я же с самого начала сказал. То есть, крестивший человек соединяется с Богом. Крестивший человек освобождается от первородного греха, очищается от первородного греха, получает печать Святого Духа, получает дары Святого Духа. Это что такое? Простым языком объясни, пожалуйста. Печать Святого Духа, хары. Во-первых, дьявол изгоняется из человека, то есть, дьявол может извне действовать на человека, но изнутри уже действовать на человека не может. То есть, печать, что это? Что? А печать Святого Духа? Ты получаешь благодать Святого Духа, ты получаешь действие Святого Духа и определенные дары получаешь от Духа. То есть, духовные дары прежде всего. Что это такое? Да, сейчас расскажу. Хотя можешь получить и не только духовные, а просто дары. Например, способность к музыке или способность к каким-то наукам. Дары Святого Духа это, например, способность любить, способность верить. Вера же тоже дается. То есть, вот эти вещи даются как раз с миропомазанием, с печатью Святого Духа. То есть, Бог начинает действовать на тебя с крещением. Бог начинает действовать на тебя. Вот эти духовные дары в своем совершенстве, повторяю, в совершенстве человек не может получить без крещения. Я правильно понял? Да, да, да. Вот. Это важно. И, соответственно, без этих даров, да, без печати Святого Духа человек в совершенстве не может, ну, как бы, сколько позволяет человеческая немощь, да, вот так сказать, познать Господа он не может. Ну да, он будет таком в полудреме духовном. В духовном полудреме. Ну и есть другой момент. Я говорю, не будет доступа к другим таинствам. Причащаться человек не может. Человек не может причащаться. Вот. А полнотура все-таки через причастие происходит. Однако, чтобы это все получилось, необходима искренная чистая вера, да, и необходима соответственная подготовка к данному таинству. Ну и жизнь. И дальнейшая жизнь после крещения. Да. То есть, без этого, а чего? Без жизни, да, без должной жизни после крещения, ну, духовного роста не будет. Не будет. И крещение будет в осуждении, да, больше, нежели в этом? Конечно. Потому что ты обязался взять крест на себя и нести до конца, а потом, как крестился, крест выбросил и пошел вперед. А вот многие люди говорят, я не достоин пока что креститься, надо подождать, пока я соберусь и так далее, и тому подобное. Но разве собраться, подготовиться и так далее, ну, понятно, да, собраться, собраться силами, да, без крещения, возможно, без Божьего даров, да, то есть, можно это сделать? Ну, вот это может стать своеобразными искушениями самообмана, потому что дьявол не хочет, чтобы ты крестился и постоянно тебе внушает, что ты не готов, особенно, когда ты не крещен. Поэтому надо креститься, если ты действительно настроен, да, у тебя есть вера, просто ты не мужчин, но есть грехи, которые ты преодолеть не можешь, да, ты крестись и борись против этих грехов после крещения, вот, а не то, что, ну, то это получается, то есть, я подожду, стану святым, потом крещусь, да, вот, если можно было стать святым, тогда зачем креститься без крещения, то есть, если можно было стать святым без крещения, то есть, тебе надо креститься, чтобы ты получил силу, с крещением, с крещением ты получаешь силу прогнать дьявола, доступ к дьяволу воздействие ограничивается, поэтому крещенный человек по-любому легче преодолевает свои грехи, чем некрещенный человек, вот это важный момент. Отличное объяснение. Конечно, мы все будем грешить, да, что после крещения ты не становишься святыми автоматически, да, но крещение дает тебе оружие борьбы против злых сил и борьбы против своих же слабостей. Без крещения ты безоружен. Много задает вопрос про то, что если в русской церкви крещен, что делать, хочу еще и в армянской, я так хочу в армянской покреститься. Можно в армянской покреститься? Мы признаем крещение русской церкви, поэтому, если человек крещен русской церкви, то просто он принимает символ веры, считается соединительное амалетово, и человек становится чадом армянской церкви и причащается в армянской церкви. То есть ты чад той церкви, где причащаешься, правильно? Ну, конечно, если ты начинаешь причащаться у нас, ты уже чад нашей церкви. То есть вот это, читается молитва, принимаем символ веры армянской церкви, которая, в принципе, почти то же самое. Ну, если у нас мы принимаем 325-го, никейский символ веры, у русских символ веры второго собора. Который, на основном, то есть церкви-гвардский. Там есть там маленькие нюансы, но суть, в принципе, одно и то же. Вот, принимаем никейский символ веры, принимаем вероучение армянской церкви и причащаемся в армянской церкви. Вот скажи, пожалуйста, вот, есть крещения сектантские, да, там, ну, мы их называем протестантами, вот, или наил протестанты, уже не знаю, их так много разве завело это, что не знаешь, как их называть уже. Ну, в общем, мы называем их протестантскими, что я думаю, ты понял о чем я. Вот, их крещение, да, их взгляд на крещение и наш взгляд на крещение может быть, чем-то отличаются. Да, тут сейчас я коротко отвечу, тут спрашивают, а русская церковь признает наше крещение? Да, русская церковь наше крещение тоже признает. Только какие-то фанатики могут взять или крестить там. Ну, это по последневековной своей, там, да, мракобесной традиции. А так, официально русская церковь признает наше крещение. Хотя, конечно, с одной стороны смешно, если признается крещение, как можно не признавать, не признаться причащение. Потому что, если ты признаешь одно таинство, надо признавать все остальные таинства. Или, или не признавать, ни одно таинство, не признавать. Да, ну, ладно, это отдельный разговор, еще поговорим. Вот, значит, что касается протестантов. Ну, трагедия протестантизма в том, что они оторвались от апостольской преемственности. еще со времен Лютера. То есть, Лютер, не имея права рукополагать священников, когда ни один епископ не согласился перейти в сторону лютерана, он сам начал, то есть, самопроизвольно крестить, не крестить, а рукополагать людей. Да, то есть, объявил себя как бы главой церкви и начал рукополагать, которое было против апостольской традиции, апостольского учения. Каким бы ни был папа, каким бы ни были его епископы, все-таки есть апостольская преемственность, и он должен был подчиниться этому. Ну, получилось так, как получилось, уже 500 лет прошло. Значит, чем отличается, во-первых, у них нету этого, миропомазания нету, то есть, только крещение водой, в основном, в основном. Вот. То есть, соответственно, крещение у них сделано более такой, то есть, как бы, более примитивная форма крещения. Вот. То есть, только крещение, как, вот как в Деянии апостолов описывается, да, это, когда апостол спрашивает, а вы получили святого духа, да, то есть, получили помазание духом, они сказали, а мы даже не знали, дух есть или нет, потому что они были крещены только крещением иановым, то есть, только водой были крещены, да. И тогда он положил руку, они получили святого духа. Да. Но вот этот, как раз, сопровождался миропомазанием, чего нету? Пратестантских церковей в основном. Пратестантов нету, да, миропомазания? Нету, в основном нету. Есть некоторые протестантские церкви, которые, как традиции, продолжают использовать, но 90%, даже больше, чем 90%, они не используют это. второй момент, вот то, что вот мы говорили, вот столько, да, что как, вот у них этого, вот такой глубины понимания, в основном нету. Для них это некий, как бы, союз с Богом, как бы, завет, договор с Богом, да, они, крестились во имя Отца, Сына и Святого Духа и стали христианами. Такого глубокого понимания, что как там, этого нету. То есть, там оно сделано более поверхностное понимание вот всего этого. Поэтому и они в основном крестят только взрослых. То есть, поскольку там очень сильно римское право преобладало, да, вот на Западе, они, видимо, ну да, вот есть такой момент. То есть, вот есть некоторые вот эти вещи, которые отличают нас от протестантов. Поэтому, если протестанты приходят к нам, мы их заново крестим, ну, по крайней мере, миропомазание обязательно. Потому что без миропомазания это крещение, некрещение. Потому что крещение водой это чисто иудейская традиция. постоянное крещение. Вот. Это не христианское крещение. Понятно. Когда стала церковью? После Пятидесятницы. После снижение Святого Духа. Вот многие вот их секты протестантские, они говорят, что когда ты крещешься Духом, ты должен говорить на этих языках. Скажи, на этих, так называемых, иных языках, вот ты поговорил на этих языках, ты, значит, покрещен Духом. Скажи что-нибудь по этому поводу, пожалуйста. Это отдельная большая тема, я думаю, как-нибудь мы поговорим об этом. Пару слов скажи, отдельную тему. Древние церкви такой традиции, чтобы надо обязательно говорить языками, чтобы без Духа крещен, не было. Вот это было в Харинской церкви. Почему? Потому что был большим языческим центром. И они взяли вот эту привычку и от язычников голосали, да? Вот поэтому и апостол Павел сам осуждает это, говорив, что если кто-то говорит, то кто-то должен объяснить. Я желал бы больше, чтобы пророчествовали и нас дали, чем говорили на языках. Вот. Говорит, слава Богу, больше всех языками говорю я. Ну, говорит, я предпочел бы пару слов говорить, говорить, нормально, то есть на понятном языке, чем там бла-бла-бла-бла, который ничего не поймет, а кто-то горит с улицы, зайдет к вам и подумает, что вы все с ума сошли. И, в принципе, впечатление такое. Поэтому нет такого, что там обязательно там голосалими страдать, чтобы считать, что дух спустился. Вот это, в принципе, чисто харизматическое нововведение. Не было такого, то есть в истории христианской церкви, что голосали было залогом получения Святого Духа. Не было этого никогда. Во-вторых, апостолы, то, что говорили, они говорили на понятных иностранных языках, а не на каком-нибудь там этот вот у-у-у-у. Притом, если ты так говоришь, ты должен понять, хотя бы ты должен понять, что ты там начал говорить. А если ты не понимаешь, что ты говоришь, то какой смысл этого? Смысл. Может быть, и такие вещи там говорится? Нет, смысл, что, дух над тобой издевается, а может, это не Святой Дух, а другой Дух действует через тебя. Если ты что-то болтаешь и сам не понимаешь, что ты говоришь. Ведь христианство чем отличается от других религий? Что христианство никогда не приводит к изменению сознания. То есть, к состоянию измененного сознания христианство никогда не приводит, потому что это язычество. Это все знают. если у тебя возникает состояние измененного сознания, а голосание это как раз одно из них, одно из них, почему? Потому что ты не понимаешь, что ты говоришь, значит, это не тот Дух, как и говорит апостол Иоанн, дети мои, как и следуйте, каким Духом человек действует. Да, но ты исследуй. Потому что Духи бывают разными. Духи бывают разными. Мы не говорим, что Дух не получают, но какой Дух получают, вот это большой вопрос. Точно. Точняк. Так, слушай, вопрос с головы вылетел. Да, скажи, пожалуйста, последний вопрос, вот связь воскресения Христа и крещения, то есть воскресение Христа что дало для крещения? Вот так. Что, что, что? В воскресении? Да, связь воскресения Христа и крещения. Да. Ну вот, если Христос воскрес, то мы, крещенные люди, тоже вместе с Ним, когда Он придет второй раз, воскреснем. То есть воскресение Христа залог истинности нашего крещения. То есть как Христос своим воскресением изменил нашу природу, дал возможность спастись, бороться против своих крехов, так и посредством крещения человек получает святые дары, да, Святого Духа и может то же самое, да, сделать. Я правильно понял? Ну да, я же говорил, мы проходим весь путь Христа. Мы крещать, мы проходим весь путь Христа. То есть мы получаем, мы получаем, то есть силу не только бороться против лукавого, но и мы имеем начаток победы над смертью. поэтому смерть уже называется, человек уже называется не мертвый, а называется покой, покойником, то есть временно явный сон, усопший. Соответственно, крещенный человек, повторяя путь Христа, получает вот именно те победы и начатки тех побед, которые Христос вот прошел и сделал и получил. То есть победа над грехом, победа над смертью, победа над страстями, победа над злыми силами. Вот вот это все ты имеешь уже, то есть ты имеешь некий баланс крещась, некий залог, некое обещание от Бога, то крещась и оставаясь в Христе, даже не некое, а твердое обещание от Бога, что крещась и оставаясь в Христе, ты воскреснешь и будешь Христом. там спрашивают почему грузинская церковь не признает наше крещение. Ну, это третья грузинская церковь, что сказать. Я не знаю, в русской церкви точно. Ну, что ж, да, на этом закончим наш эфир. Спасибо тебе, брат мой. Да, тебе тоже спасибо. Спокойной ночью. Давай, с Богом. Там есть еще вопросы, конечно. Я не видел, честно говоря, если есть, ты можешь ответить, я просто не увидел детей. Ну, про грузинскую я сказо говорю. Ты на все ответили. Всегда ли хаворы должны крестить детей? Вот, спрашивают. Ну, эта традиция осталась, нам для крещения нужен хавор. Но, последний момент, если вот никак крестного не могут найти, никто не может запретить человеке креститься. То есть, по-любому, то есть, хавор важнее, чем само крещение. Да? Вот, поэтому, если у человека одинокий и никого нету, у человека берут и крестят. Или священник сам становится этим, крестным. Вот, или кто-нибудь из церкви. Поэтому, это как бы не догма. То есть, нет догма такового, такового, варьмянской церкви. Ну, вот и все вопросы, брат мой. Спасибо тебе, спокойной ночи. Дай Бог, завтра тоже выйдем, в первую секунду, волю Божию. Хорошо. Давай, спокойной ночи. Спокойной ночи, брат мой. Друзья мои, дай Бог вам, доброй ночи, храни вас, Господь. Ну, давайте в конце помолимся и закончим на этом. Пах, панель, мес Христос, аспорт, мяч. Косур, пев, патфакан, хачи, хован, атак, хаутян, мяч. Хргид, я вас, аты, и ревоцов, и вчеревоцов, шнамус. Я варжан, строгу, ути, ампара, волюкесур, истерпокуэт, мяси, и ма, ев, миштя, хавер, 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 ампач. Амин. Амин, братья и сиоси, дай Бог вам, доброй ночи, от Бога.